В последнее время наши садоводы все чаще жалуются, что груши стали болеть. Болеть и погибать от такого странного, новых для нас заболеваний, как ржавчина. Листья покрываются ярко-оранжевыми пятнами, они появляются даже на плодах, плодоножках, молодых побегах. Потом он все чернеет, опадает. Мы остаемся без урожая и в конце концов остаемся даже без деревьев груши. Так в чем же причина этой болезни, о которой буквально лет 15-20 назад никто даже и не знал, кроме узких специалистов? И сегодня мы с вами попытаемся разобраться в причинах, способах борьбы с этим заболеванием. И начнем непосредственно с ранней весны, когда и нужно начинать эту работу. С вами Юлия Кондратенок на канале Процветок. Я приветствую вас, наши уважаемые подписчики. И мы начинаем. Итак, ржавчина груши. Это опасное грибковое заболевание, которое вызывается двуххозяйным грибком, гимноспарангелум сабины. Этот грибок для своего развития требует двух хозяев. Обязательно груша и обязательно можжевельник. Причем можжевельники ему нужны не всякие, а исключительно определенные виды. Такие, как, например, можжевельник казацкий, можжевельник чешуйчатый или скальный. Можжевельник именно декоративной направленности. Наш можжевельник обыкновенный, произрастающий в лесах, не может быть хозяином ржавчины. К счастью, равно как и туи, ели, сосны. Напрасны нарекания на эти растения. Основной хозяин, повторюсь, это декоративный можжевельник. В основном декоративный можжевельник горизонтальный, казацкий, скальный. Первые признаки поражения ржавчины и можжевельника можно увидеть рано весной, когда температура воздуха днем начинает подниматься до плюс 6-8 градусов Цельсия. Именно в этот момент перезимовавший под корой грибок начинает активное развитие, выходя наружу и образовывая на коре такие уродливые наросты, из которых потом рассеиваются споры и заражают наши груши. И уже вторая стадия грибка развивается непосредственно на плодовых деревьях. И мы ее видим в виде этих ржавых пятен. Как же можно бороться с ржавчиной? Самый, казалось бы, простой способ – это убрать можжевельники вообще совсем с нашего участка. Но не все, знаете, согласны на эти меры. Это во-первых. А во-вторых, даже если вы убрали можжевельник у себя, нет никакой гарантии, что можжевельника нет у вас, у соседей, на соседнем участке и даже в поселке. Дело в том, что споры этого грибка разносятся ветром на очень большое расстояние. И пускай ржавчины станет меньше, но она полностью не исчезнет. Второй способ борьбы – это борьба химическая. К сожалению, биологических средств борьбы с данным заболеванием не существует. Или, по крайней мере, они еще не разработаны, не созданы. Поэтому единственное, что мы с вами можем сделать, если хотим иметь грушу здоровую и сохранить декоративный можжевельник на участке, – это обрабатывать наши растения. И первая обработка начинается именно сейчас, рано весной, когда ржавчина только просыпается на можжевельнике, готовясь рассеивать споры. Мы проводим первое искореняющее опрыскивание, обрабатывая, собственно, сам можжевельник и второго хозяина – грушу. Сейчас мы с вами рассмотрим, как же выглядит начальная стадия ржавчины. Она зимует под корой на побегах можжевельника. И когда температура воздуха подымается выше, кора набухает, растрескивается, и из трещинок выходят плодовые тела. Именно они будут рассеивать споры. Сейчас еще прохладно, и плодовые тела не совсем разрослись. Но как только температура воздуха подымется выше 10 градусов, из этих вот трещинок, где мы видим такие темно-серые пятна, разовьются ржаво-оранжевые студенистые выросты, и рассеяние спор станет просто массовым. Если сейчас мы успеем обработать наш сад от болезней, мы значительно сократим ее развитие в саду. Чем же можно обработать наш можжевельник и наши груши рано весной? Мы должны руководствоваться в первую очередь температурным режимом. Как уже говорилось ранее, не все химические препараты способны действовать в холодную погоду. Оптимальными средствами защиты сейчас являются препараты меди. Например, медный купорос, бордовская жидкость, азофос, тот же самый медекс или купраксат. Мы готовим их согласно инструкции и тщательно опрыскиваем наши можжевельники, особенно стараясь обильно смочить поверхность веток с нижней стороны. Дело в том, что ржавчина предпочитает тенистые влажные места для своего развития. Поэтому мы с вами уже приготовили раствор азофоса. И сейчас начнем обработку. Не бойтесь, препарат должен хорошо смочить, особенно пораженные места. Медь препарат контактный. Оставшись на поверхности коры, веточек, он постепенно впитывается в кору и убивает мицелии грибка. Пускай это, возможно, не так кажется вам эффективным, но тем не менее, в такую погоду прохладную – это оптимальный способ борьбы с этим заболеванием. И не только. Медь вообще препарат универсальнейший. Он одинаково эффективно воздействует как на споры и мицелии грибков, так и на многие опасные бактерии. Вот вы видите, как вздулась веточка, где поселилась ржавчина. В отдельных случаях такие веточки даже могут усохнуть. И можжевельник начинает терять свою декоративность. Ведь ему тоже плохо от того, что гриб поселился у него в коре и нарушил проводящие ткани. Поэтому таким образом мы улучшаем и его состояние. После того, как вы обработали свои можжевельники, обязательно обрабатываем и грушу. И вообще при борьбе с ржавчиной необходимо помнить, что каждая обработка груши должна быть сопряжена с обработкой и можжевельника. А учитывая, что можжевельник это все-таки растение декоративное, которое мы в пищу не употребляем, но тем не менее оно же является хозяином этого опасного заболевания, обрабатывать его можно даже чаще, чем грушу. Поэтому сейчас мы с вами подошли к молоденькой грушке, которая, к сожалению, тоже уже пострадала от заболевания. И хотя у нее нет еще листиков, она только готовится распускаться, но искореняющую обработку мы уже проводим. Потому что споры патогенных болезнетворных грибков уже вовсю рассеиваются в нашем воздухе, в нашем саду. Тщательно опрыскиваем, смачивая раствором поверхность нашего деревца. Такое обильное опрыскивание называется голубым, потому что после его проведения на дереве остается слегка голубоватый налет препарата меди. Не нужно бояться, что вы где-то превысите, как вам кажется, концентрацию. На самом деле, если вы все приготовили согласно инструкции и смочили кору, то превысить концентрацию у вас не получится. Более того, на некоторых почвах испытывается недостаток меди. И его внесение таким вот способом помогает этот недостаток восполнить. Более того, медь является необходимым микроэлементом для растений, для их нормального функционирования. Поэтому 1-2 обработки препаратами меди в течение сезона пойдут вашим плодовым деревьям только на пользу. Как защита от болезней, так и микроэлементной подкормкой. Итак, мы с вами обработали. И следующая обработка от ржавчины у нас уже будет приурочена к полному набуханию почек, к разворачиванию, когда температура воздуха днем поднимется до 10-12 градусов Цельсия. В этот момент разлет спор будет оптимальный. И этот момент, я думаю, судя по состоянию почек, наступит где-то как раз через неделю-полторы. В этот момент можно будет повторить еще раз обработку. Повторюсь, что мы опрыскиваем грушу и обязательно опрыскиваем в тот же день и можжевельник. Особенно его нижнюю часть. Те именно ветки, которые чаще всего поражаются ржавчиной. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал Процветок. С вами была Юлия Кондратенок.